Друзья, всем привет! С вами снова я, Сергей Яркин. После таких долгих выходных очень сложно вливаться в работу, но как-то это делать нужно. Подготовил новую порцию проектов, давайте посмотрим, что из этого вышло и на какие проекты следует обратить внимание. Итак, первый проект, который я хотел бы вам показать, называется он CrowdSale с Ториком. Это якобы номер один криптоторговая площадка. Контракт в принципе написан у ребят хорошо, но в дорожной карте было указано, что некоторое количество токенов будет заморожено. В контракте я этого почему-то не нашел. Не нашел я и Dolly Bounty, нет и скролл средств, соответственно нет заморозки, хотя, как я уже говорил, они заявили, что она у них есть. Плюс я не нашел заявленный альфа самого продукта. Ну и еще на самом деле что-то меня вот как-то неуловимо напрягает. Ну, я не знаю, это наверное все-таки уже не относится к области смарт-контрактов, но время покажет, подождем, посмотрим. Следующий проект. Проект называется Ether Sports. Странный проект, собирающий деньги в фиате в среде блокчейн. Мне одному это кажется странным. Или команда может перепутала платформы. Есть контракт на выпуск и заморозку токенов, но при этом принимают фиат, а не крипту. Ну, для меня немножко это странно. Следующий. Следующий проект называется ModCoin. Да. Хорошо прописанный контракт. Не без своих, конечно, косяков, но в отличие от других, есть отдельный контракт на мультикошелек, освобождение с которого происходит только при достижении консенсуса. И это на самом деле дает небольшую, но все же гарантию на сохранность ваших средств. В контракте на сбор средств отсутствуют отдельные кошельки для баунти и непрописанные условия для ранних инвесторов. Но с учетом того, что есть какой-никакой нойскроу, я, в принципе, советую присмотреться к данному проекту. Пока на кошельке три адреса владельцев, но контракт позволяет добавить еще до 50 адресов. По сравнению с предыдущими двумя проектами и те, на которые я делал обзоры ранее, я считаю, что этот проект имеет право на жизнь. Возможно, он даже в ближайшее время и взлетит. Следующий проект называется AdHive. Первая платформа для взаимодействия с лидерами мнений, функционирующая под управлением искусственного интеллекта. Судя по количеству адвайзеров, проект должен быть просто бомбический, но это не так. Кода на гите нет, прототипа нет, ну и, наверное, смысла в данном проекте тоже нет. Ну, подождем начало продаж, ну, может быть, вернемся. Может быть, честно, не знаю. Следующий. Lala World. Желаем вам счастливого Нового года. Переход в децентрализованный финансовой экосистеме. На самом деле, так много информации собирают на потенциальных покупателей, а контракт на покупку даже не верифицировали. Это болезнь уже очень многих проектов. Прочитать его не предоставляется возможным, возможным, потому не могу ничего, в принципе, про него сказать. Кроме того, что это очень странно. Странно почему? Потому как столько сил и средств протратили на продвижение своего продукта и не сделать нормальную верификацию. Это может говорить о профессионализме команды, кавычках, да? Ну, точнее, его отсутствие. Что касается, что кажется еще более странным, принимая во внимание состав разработчиков, а точнее их количество, еще один момент – это отсутствие ссылки на GitHub, на код, использующийся в смарт-контракте и в прототипе кошелька, доступного в Google Store. Следующий. Следующий проект называется Astrogame. Что могу сказать по данному проекту? Собирает средства на кошелек, при этом уже более чем за 4-5 часов они собрали более 36 эфиров. Ну, лох не мамонт, я думаю, он не вымрет. В белой книге они пишут следующее, что платформа будет делать записи в блокчейне и использовать смарт-контракты для управления логической частью бизнеса, оплаты призов, оплаты билетов, ставок, программирования турниров и результатов. Ну, все эти данные являются открытыми и могут быть проверены в любой момент. Ну, а на деле мы видим, что это на самом деле совсем противоположное. Ну, я считаю, что данный проект – скам. Следующий проект. Проект Bonum Chain. Платформа строится на блокчейне биткоина, да, что уже достойно уважения к разработчикам, потому как это сложное в освоении разработки, но более быстрое по сравнению с тем же эфириевым блокчейном. Пока продажи не начались, говорить о смарт-контракте над краудсейл возможности не представляется. Подождем и вернемся, наверное, к этому проекту. Единственное, что, конечно, не забыть бы о нем. Вот. Значит, следующий проект называется он «Сигейм». При том, что процесс инвестирования бесконечно усложден, команда принимает инвестиции на кошелек. Да, этот факт выше моего понимания. Как можно так неуважительно относиться к инвестору? При очень интересной, хоть и не новой идее, такое отвратительное воплощение, ну, для меня это вообще нонсенс и выше моего понимания, как я уже говорил. Но если не исправят данную оплошность, ошибку, я не знаю, как это можно назвать, считают данный проект скамом. Следующий. Следующий проект называется он «Фоскоин». Оплата происходит на гейте, что неплохо, в принципе, да, но, наверное, и нехорошо. Так как это говорит о том, что средства, которые я, как инвестор, посылаю в проект, подвергаются опасности еще в месте хранения, не говоря уже о других рисках, а в частности, отсутствия смарт-контракта. Мой вердикт по данному проекту – скам. И последний на сегодня проект называется он «Эзерс». Что можно сказать по данному проекту? Я, на самом деле, думал, что сегодня сделаю такой глобальный обзор, сделаю очень много проектов, и, на самом деле, думал, что уже не встречу хороших проектов сегодня. Но данный проект меня немножечко переубедил в этом. Ребята из данного проекта прямо-таки радуют. Все, как должно быть, плюс свои плюшки еще есть. Мало того, что проект принимает средства на контракт, выложив его предварительно на бакбаунте, так еще и сделали сложный контракт с «Ораковым» и мгновенным обменом. Ну, ребят, ну, просто молодцы, просто хлопаю вам. И что могу сказать? Я вливаюсь в данный проект. На этом сегодня буду заканчивать. Постараюсь в ближайшее время. Опять-таки, очень мало времени, но, тем не менее, буду стараться делать хотя бы через день свои обзоры. Вам желаю хорошего настроения. Отправляйте интересующие вас проекты. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok